На 19 мая в Кишиневе запланирован марш солидарности без страха в рамках 17 фестиваля сообщества ЛГБТ Молдова Прайд 2018. В простонародье это называют гей-парадом. Каждый год он становится поводом не просто для споров, но иногда даже столкновений сторонников и противников его проведения. У каждого есть свои аргументы. Так зачем же Молдове проводить подобного рода мероприятия? Каковы истинные цели их организаторов? Что они дают молдавскому обществу? Почему против церковь? Вот вопросы, которые сегодня нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И обсуждать эту тему сегодня вместе со мной будет Виталий Шинкарь, протеерей, клирик Святой Георгиевской Церкви. Добрый вечер! Здравствуйте! И глава Совета по недискриминации Ян Фельдман. И вам добрый вечер! Добрый вечер! Поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, давайте начнем. Зачем Молдове вообще гей-парады? Что они дают с вашей точки зрения молдавскому обществу? Я не знаю, зачем Молдове нужны гей-парады. И сомневаюсь в том, что они дадут что-либо полезное нашему обществу. Но уж раз мы столкнулись с такой действительностью, мы можем это превратить в дискуссию, и это будет полезно. Больше всего вот сегодня я хотел бы выступать со стороны демократического сообщества людей. Мне кажется, что самая острая, самая сложная проблема как раз именно в том, что ситуация такова, что если бы мы провели плебисцит, а что такое демократия? Это некое вылезавление большинства, которое подтверждается выбором. И если бы сегодня мы провели плебисцит на тему проводить нам такой гей-парад, нужен он ли нам, не нужен он ли нам, совершенно уверен я, что результат был бы, конечно же, отрицательным. Я думаю, что огромное количество людей были бы категорически против. И это связано не только с тем, что мы живем в традиционно православной стране, но это, скорее всего, произошла бы такая же и подобная ситуация везде, и даже в странах, которые себя считают открыто толерантными к таким вещам. Но ни в одной известной мне стране мира нигде на эту тему плебисцит не совершался. То есть мы не знаем демократического выбора или демократического рассмотрения этого вопроса посредством голосования. Все протаскивается посредством законов, норм, актов и так далее. И вот в этом смысле я хочу сказать, что малая статистика того, что мы сегодня знаем уже о мире гомосексуалистов, она может нам показать, что мы будем иметь в случае, если по нашим городам будет открыто маршировать сообщество этих людей. То есть мы получим очень и очень много неприятных вещей. Мы получим серьезные психические расстройства, которые в среде гомосексуалистов процентно лидируют по отношению к традиционным семьям. Мы увидим количество суицидов, мы увидим количество смертей и убийств, распутства и разврата. Мы увидим сложные отношения в семьях. Мы можем с ужасом представлять себе, что происходит с детьми в таких семьях. И сегодня мы знаем некоторые вещи, которые как бы уже утаить невозможно, как шило в мешке. Мы получим очень сложную медицинскую картину, потому что гомосексуалисты болеют очень серьезно, и общество, где существует страховое обеспечение, эти вещи, в общем-то, возьмет на свои плечи. И вот эти 2% населения, которые будут болеть болезнями серьезными, это будет как бы оплачивать из общего кармана. Ну, я уже промолчу про сложные вещи, которые нам будут в обществе сопутствовать. Это очень сложное продолжение, ну, что ли, разбавление и разжижение всех морально-нравственных оснований. И это только та малость, о которой я могу быстренько на вскидку сказать, чтобы там как-то эту дискуссию запустить. — Я благодарю вас. Дискуссию вы действительно запустили. Теперь продолжать вам, господин Фельдман. Потому что вот вы, например, являетесь участником гей-парадов. Почему вы там появляетесь? По долгу службы? — Я вам скажу, почему я там появляюсь. Потому что в Республике Молдова ЛГБТ-комьюнити или ЛГБТ-сообщество — это единственное меньшинство, которому в публичном дискурсе открыто отказывают в реализации своих конституционных прав. У нас нет другого такого, любого другого меньшинства, про которое бы сказали. Вы не имеете права появляться в общественном месте. — Появляться, секундочку, появляться или проводить вот эти марши? — Нет. Появляться и проводить эти марши — это одно и то же. Потому что вы, когда выходите куда-нибудь, вы ни с кем не согласовываете, как вы должны выглядеть, что вы там за лозунги несете. Вас никто по этому поводу не спрашивает. Теперь, относительно того, о чем сказал отец Виталий, в демократическом обществе недопустимо референдуму голосовать за отмену прав. Потому что мы можем дойти, и это основы демократии, я думаю, про это стоило бы знать. Потому что если завтра мы проведем подобного рода референдум, по любому другому вопросу, например, надо ли нам облагать налогами церковь, я боюсь, что результаты тоже могут кого-то расстроить. В обществах, в которых то, могут ли люди пользоваться правами или нет, когда эти права, если мы говорим о правах, когда эти права — это не что-то, что существует и закреплено в Конституции, а что решается плебисцитом, мы приходим к обществам, в которых, например, я бывал в таких странах, я много работал на Ближнем Востоке, в странах африканского рога, где, например, запрещено быть христианином. Там тоже проголосовали. Вы для того, чтобы, если вы въезжаете, например, в Иран, вы должны заполнить декларацию, и там вас спрашивают две вещи. У вас есть спиртное и Библия. Если у вас есть Библия, вас туда не пустят. Это результаты обществ, в которых основные права и свободы не воспринимаются как данность, как то, что они должны быть равными для всех, а какая-то группа людей решает как. Я просила бы вас вернуться к вопросу, зачем Молдове гей-парады? То есть ваш ответ, если я правильно вас поняла, как вы говорите... Молдове гей-парады нужны ровно так же, как и другие парады, любые другие, для того, чтобы показать, продемонстрировать, почувствовать, что в нашей стране любой человек имеет право на то, чтобы собраться и рассказать окружающим о той идее, которая ему нравится или не нравится. Он может протестовать, он может собираться. На сегодняшний день вы можете видеть марши любых политических партий, людей с любыми взглядами, какие угодно собрания, но при этом у вас не получится увидеть так, чтобы это могло бы проходить свободно. Одну маленькую группу. Вчера, посмотрите, памятник Штефану Чалмаре, да? Марш по случаю Дня Победы. Десятки тысяч людей идут. Стоят восемь человек, да? Которые против этого марша. Их фотографии были в том числе и на ваших ресурсах. И с ними ничего не происходит. Они подавляющее меньшинство. Но они могут показать свою позицию без угрозы для своей жизни, без угрозы для своего здоровья, без угрозы для своей позиции. Еще две вещи я хочу добавить. Мы просто выключили из беседы абсолютно отца Виталия. Да, не то, что сказал Виталий по поводу психических расстройств, не то, что он сказал про медицинские проблемы, неправда. А то, что он сказал про медицинские проблемы, неправда. Тем более, что эти люди и так получают медицинскую помощь. Без того, ходят они маршами или не ходят. Спасибо. Благодарю вас. В дальнейшем призываю вас быть более краткими, потому что у нас программа превратится в такие монологи. Старайтесь. У нас дискриминируют геев. Вы, господин Фельдман, сейчас этот вопрос я задам вам. Господин Шинкарь. Вот дискриминируют ли геев у нас, слышали ли вы об этом? И давайте уж так, обвиняют церковь тоже в отношении геев. Говорят так, ну церковь должна учить терпимости, по идее. А церковь нетерпима. Вот сегодня митрополит выступил с обращением запретить этот гей-парад. Что вы можете сказать? Я думаю, что не всякая идеология, не всякое поведение в обществе разрешено. Например, то, что законом запрещено, то является для нас определяющей нормой. Например, мы не можем проповедовать фашистскую идеологию. Мы не можем с некоторых пор почему-то свой родной город Кишинев называть так, как он называется. Видимо, мы теперь и Лондон должны называть Лондро. И, видимо, я теперь тоже на Украине не могу побывать, потому что, видимо, какая-то существует проблема вот таких вот сложных мотиваций. Я хочу сказать, что действительно существует конституция, в рамках которой мы все равны. Я не вижу, почему у гомосексуалистов должны быть какие-то отдельные права, делающие их общество, наделяющие их чем-то большим, чем права для всех остальных людей. И не дискриминировать их положено по конституции. То есть они имеют право на работу, они живут среди нас. И никаких проблем у меня лично, ни к одному гомосексуалисту нет. У нас есть и закон о недискриминации. Причем этот закон протащили. Но есть закон даже. И когда гомосексуалисты очень часто говорят о том, что они в обществе несчастные, это чисто неправда, потому что статистически в Соединенных Штатах гомосексуалисты занимают одни из ведущих областей жизни. Это люди очень серьезных свободных профессий. Среди них, конечно, мало крестьян и рабочих. Но эти люди в обществе очень занимают солидные позиции. Это видно из мирового гомосексуального лобби. И это уже не шутки. Вот тут я становлюсь гомофобом. В смысле, что фобия по-гречески это страх. И тут я действительно начинаю испытывать страх, когда малое меньшинство людей, каких-то 2%, фактически на всех уровнях и этажах самых серьезных, властных, вертикалей, бизнес-элит заставляет меня действовать в соответствии с волей этого маленького, но очень агрессивного меньшинства. Выдавая это якобы за то, что им не разрешено пойти парадами. То есть парадами давайте тогда запустим, не знаю, инвалидов, прокаженных. Причем тут одно к другому. Вопрос же не стоит в том, что им запрещено жить в этом мире. И проблем, я думаю, что огромного подавляющего числа христиан гомосексуалистам нет. У нас есть претензия к гомосексуализму, как к идее, как к переформатированию человека, которым занимаются властные люди, имеющие деньги, медиаресурсы, имеющие воспитательные рычаги и заставляющие нас действовать в соответствии с этим безобразием. Тот же закон о равенстве шансов его протащили наглейшим образом и спекулируют о том, что денег нам не даст Европа. То есть мы должны форматировать себя под желание опять-таки людей, которые денежным давлением диктуют мне эти условия жизни. Мне становится непонятно и странно. Почему? Объясните мне. Давайте спросим сейчас у господа Филимна. Вы глава Совета по недискриминации. Как часто к вам обращаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации с заявлениями, с жалобами, что их дискриминируют именно по этому поводу? Порядка из общего числа обращений. Кстати, смотрите, здесь всегда, когда мы говорим и о законе, и о том, что происходит, и про протащили, всегда мы начинаем со лжи, продолжаем ложью и заканчиваем ложью. Значит, закон об обеспечении равенства, он так называется, а не о равенстве шансов, защищает 12 различных категорий. Обращения ЛГБТ-сообщества у нас это примерно 5 или 6%. Из всех обращений. Да, из всех обращений. Подавляющее большинство. Но почему-то люди религиозные, выходя на различного рода публичные мероприятия, предпочитают врать. Я думал, что это нельзя, но, допустим, можно. По поводу того, как этот закон применяется и кому он нужен. Подавляющее большинство решений, которые дает совет, это решения, которые даются по лицам с ограниченной возможностью. Тем самым, которых уважаемый Виталий сказал, что ну давайте пойдут. Да, они могут пойти, ходят периодически, и при этом этот сам факт их прохода не вызывает никаких опасений по поводу их здоровья. Никто в них ничем не кидает, не стоят люди с крестами по дороге, не бросаются на колени. И как бы все проходит более-менее нормально. Относительно статистики и того, что делает совет. Не, не что делает совет. Мне просто интересно, и вы ответили на этот вопрос. Вы сказали, что общая доля людей, которые считают, что их дискриминируют, составляет 5-6%. Да, так вот, нет, просто про конституцию, про закон, который кто-то протаскивал. Протаскивал кто-то с точки зрения церкви, за этот закон проголосовало большинство. Единственная претензия к этому закону была со стороны церкви в том, что там в одной из статей упоминается словосочетание сексуальная ориентация. Это тема, которая наибольшим образом занимает нашу церковь, к сожалению. Когда мы говорим о моральных позициях, и здесь я полностью согласен с Виталием, мне очень важно видеть моральную позицию церкви по поводу каких-то других грехов. В стране, в которой украден миллиард, я не вижу ни возмущений митрополита, ни маршей с надписью «Не украдень». В стране, в которой распространено прелюбодеяние. Мужья и жены изменяют друг другу довольно часто. И это намного больше, чем процент гомосексуальных отношений в этой стране. Церковь это никоим образом не волнует. Если бы вдруг состоялся марш жен изменяющим мужьям и мужей, да, изменяющим женам, церковь бы высказалась. Я думаю, что просто мало кто действительно представляет себе настоящую природу церкви. Церковь это не политическая организация, которая должна отвечать на все вызовы мира. Совершенно верно. Она выбрала только один вызов. Сексуальную ориентацию. Потому что и закон, который принялся о равенстве шансов, остальные категории обеспечения равенства. В этот закон втянули специально дополнительных 12 пунктов, чтобы разбавить ситуацию с гомосексуалистами. Это ложь. Это не ложь. Потому что ни один ваш закон, допустим, защищает беременную женщину, которую они берут на работу, потому что надо выйти в декрет. Мы дали 15 решений по поводу беременных женщин, не выходящих в декрет. Вы можете выдавать какие угодно решения, но однако же в законе мы защищаем права. Давайте предоставим возможность. Я вам предоставлю слово, господин Фельмон. Вы же за демократию выступаете. Демократия это не вранье. Демократия это фатчекинг, проверка фактов. Демократия это право, это прежде всего умение выслушать и дать право выслушать. Но вы же сейчас не слушаете. Когда это ложь, зачем же? Это не ложь. Вы скажете, господин Фельмон. Факты, которые мы излагаем, можно совершенно спокойно проверить. Например, статистика о жизни гомосексуалистов, она открытая. И любой желающий человек может сейчас открыть интернет и посмотреть статистику, которую предоставляют нам разные, совершенно разные агентства, не христианские в том числе, о внутренней жизни гомосексуальных людей. И там очень много интересного есть. Что касается прочих законов, я говорю как простой человек, как гражданин этой страны. Я понимаю, что вся идея закона равенства шансов, что бы ни говорила мне власть, она упирается именно в прокатывание вот этих прав сексуальных меньшинств, которые почему-то должны иметь больше, чем остальные люди. Почему больше, Виталий? В чем это больше? Потому что искусственная норма. Вы можете пройти с крестным ходом вокруг церкви? Могу. Они тоже хотят. Они могут хотеть. Они могут, то есть их права не равны вашей. Стоп, 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 подождите, вы не передергайте. А фашисты могут пройти? А фашисты не могут. А почему они не могут? Потому что фашистская идеология запрещена по результатам Нюрнбергского процесса. Совершенно верно. А педофилы есть в уголовном кодексе. Что у нас с ЛГБТ есть в уголовном кодексе? То есть с ЛГБТ у нас в уголовном кодексе их нет, но они отсутствуют в нравственности и в морали этого мира. На вашей версии нравственности и морали. Она не только в моей версии присутствует. Я думаю, что только в вашей. В версии всех трех аврамических религий, как минимум. Давайте про аврамические религии следующим образом. Значит, если мы говорим, что существует отношение к факту и существует запрет дискриминации. Так вот, во всех других аврамических религиях дискриминация, а значит различное отношение по какому-то признаку, в данном случае сексуальной ориентации, запрещена. Равинские суды давным-давно постановили. Вы можете не принимать это, но дискриминировать человека, то есть лишать его основных гражданских прав, запрещено. Да. А это то, к чему вы призываете. Я бы только хотела от себя добавить, что закон этот принимался на самом деле очень непросто. И я вам хочу сказать, что подавляющее число даже тех депутатов, кто за это проголосовал, они действительно терзались. Потому что разговаривала с многими из них. Вот теперь я вам скажу такую вот главную претензию. Я поняла, все врут сегодня у вас. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, какая главная претензия? Ведь когда о своих правах хотят заявить, я не знаю, люди каких-то, которые тоже считают, что их ущемляют, при этом они выходят на какие-то свои марши, на какие-то свои акции. Да, совершенно верно. Например, оппозиция. И вот какая претензия, вот смотрите, к представителям сексуальных меньшинств. Зачем они это пропагандируют, спрашивают? Вот если они считают, что их права на самом деле в чем-то нарушаются, почему бы им аккуратненько не провести какой-нибудь круглый стол? Почему бы им, секунду, я вопрос не закончила, почему бы им не провести какую-нибудь конференцию, да? И вот там, на этой конференции, да, так чтобы дети их не видели. Например, вот спрашивают наши горожане, понимаете, почему бы им не сделать? И тогда возникает ответ на этот вопрос. Люди, которые проводят вот эти марши, они занимаются ничем иным, как пропагандой. И вот это уже, слово пропаганда, да, в нашем обществе очень напрягает. Очень бы хотелось, чтобы вы определили пропаганду. И, например, то, что мы сейчас... Ну вот я говорю, почему конференцию не созывают. Конференции проводятся, потому что... Ну и замечательно. Но это хорошо, что вы определили, чего им можно, чего им нельзя. Они хотят такого же самого для вас. Давайте вы будете у них спрашивать, чего вам можно, чего нельзя. Да давайте, с удовольствием. Я, например, готова с ними сесть и разговаривать на эти темы. Давайте позовите. Но я с точки зрения детей сейчас вопрос задаю. Причем дети к этому имеют такое же отношение, как и выдуманные психологические с медицинскими проблемы. Нет, ну как бы ты... Вот если дети проходят и идет этот марш, куда девать детей? А если дети проходят и смотрят на ноудряпто? А если дети проходят и смотрят на собрание политических партий? Мы же сейчас говорим не о ноудряпто. А если дети проходят и смотрят на бои К-2, это нормально? Нет. Нет, не нормально. Но мы же сейчас говорим конкретно. Вы понимаете, ваша проблема в том, что вы сейчас хотите охватить в нашей беседе все вопросы. Давайте мы будем говорить конкретно. Я не хочу охватить все вопросы. Я хочу заострить ваше внимание на то, что есть фундаментальное право, предусмотренное Конституцией, на свободу собрания. Это право регулируется законом о свободе собрания. И это право, как в Конституции, так и в любом законе написано, что каждый человек имеет право этим правом пользоваться, то есть его реализовать фактически, в рамках отведенных законом. В законе написано, поставьте в известность премарию за столько-то дней в витамичном порядке, взяли, собрались и пошли. Теперь каждый человек имеет право чувствовать себя в безопасности на подобного рода собраниях, так, как чувствуют себя все другие. Это правда. Каждый человек хочет, но остаются другие вопросы. Это вопросы морали, которые законодательным образом, как вы знаете, у нас не очень регулируются. Я, вот, ну как вы не знаете. Я знаю, я понимаю. Вот смотрите, вот смотрите, когда смотрят гей-парады, которые в западных странах, где пропагандируются, то там у нас хоть, слава богу, они одетые все выходят. А когда мы видим то, что происходит, у них это, понимаете, и карнавалами, и шествиями, да, называется, мы видим людей, которые, они практически полуголые, которые одеты, значит, вызывающие какие-то, и макияж у них, извините, совершают, мягко говоря, движение эротического характера. И опять же, со стороны детей, хочу спросить, вы представляете себе, чтобы вот у нас следующий марш пройдет так? Это нормально, отец Виталий? Я думаю, что если мы действительно, вот, вернемся к мысли Яна, он очень хорошим искал, давайте определять понятие, точно говорить о вещах. Но я тогда задам самый страшный вопрос. Определите мне, что такое человек. Вот этот вопрос будет фундаментальным. Я переживаю, что мы сегодня долго будем тогда, если мы начнем. То есть я говорю именно об этом, что мы, как христиане, в данном случае, как граждане этого государства, составляющие его большинство, если речь идет о фундаментальном праве каждого человека ходить любыми парадами, мы имеем такое же право противостоять этим парадам. Нет. Как нет? Потому что вы не имеете права насильственно. А я не говорю про насильственно. Я могу встать и не пустить этого человека дальше на площадь. Ну пусть он пройдет через меня. Причем тут насилие. Я имею право не меньшее, чем он. Но что вы говорите? Вы имеете право не пускать человека идти по улице? Могу. Вы считаете, что вы вправе? Я вправе? А он имеет право? И он имеет право. Если завтра кто-нибудь приедет к вашему дому и перегорядит въезд машиной, вы что сделаете? Вы скажете, да, это твое право. Я сейчас говорю с твоей позиции. Ты говоришь о фундаментальной действительности. Я говорю с твоей позиции, Виталий. Так вот, если эти люди имеют право являть себя таким образом, то нормальное общество имеет право защищать себя. Точно так же. Насильственно или не насильственно определяет закон. Мы к мордовое не призываем. Нормальное, как вам кажется? Или нормальное, как кажется, кому? Что значит защищать себя? Традиционно. Вот если у нас есть класс людей, которые считают, что они могут себя защищать от религиозной пропаганды. Пожалуйста. Им тоже надо дать это право? Конечно. Нет. Я считаю, что нет. Потому что если завтра кто-то будет покушаться на церкви, это будет преступлением. Нет, неправда. У нас большое число людей, неверующих и агностики, и кто хотите, и мы в этом отношении. Кто-то встал поперек крестного хода и сказал, что я против того, чтобы вы тучили. Нет, потому что нет таких желающих. Потому что нет таких желающих. Но проблема в другом. Я говорю о том, что у каждого человека есть фундаментальное право на свободу. И свобода большинства не должна быть. Свобода ваша заканчивается там, где начинается свобода другого. И почему это маленькое большинство не понимает, что и свобода заканчивается там, где начинается свобода большинства? Ваша свобода начинается там, где вы можете иметь свои взгляды. высказывать их, высказывать свои отношения. В тот момент, когда вы мешаете реализации свободы другого, и эту свободу очень легко развести в пространстве и времени, потому что этот самый парад происходит один раз в год, в известном всем месте, если вам очень страшно. Нет, ни в кому неизвестно, каждый раз у них новое место. А как вы думаете, почему? Вы сейчас сами себе противоречиваете, вы говорите, в известном месте, я с вами спорю, говорю, каждый раз в неизвестном. Это неправда, два года подряд по одному этому же маршруту. Даже это неправда. Да, да, так, так, я вам говорю. Я не знаю, прямо честно говоря, вам поверю, поверю, да. Давайте теперь поговорим, раз мы говорим о страхах и о фобиях, то многих, в том числе и политиков, пугает то, что вот именно эти марши поддерживают иностранцы, поддерживают иностранные компании, поддерживают посольства, да. А как известно, эти люди никогда ничего не делают просто так. Вот поясните мне, пожалуйста, зачем это нужно иностранцам, что они получают от этого, что они становятся во главу колонны и идут. Я думаю, что проблема очень ясна. Когда нам бесконечно, как недолюдям, говорят про европейские ценности, если мы любого из этих иностранцев, начиная от посла Евросоюза до посла Соединенных Штатов и там до посла ООН ОБСЕ, который здесь водится, вот просто поставим в этой студии, спросим, назовите одну европейскую ценность, которой нет у молдавского народа, кроме гомосексуализма. Мы услышим стратегический тупик, потому что мы не менее, чем они христиане, и мы не менее, чем они в оккультуре, иногда даже больше. И мы совершенно четко видим, что это некий священный жупел. То есть гомосексуализм с точки зрения церкви, он проблематичен не потому, что есть закон или нет закона, а потому что, во-первых, это глубоко религиозное нарушение той правды, которая нам открыта от Бога, и она будет всегда важнее, чем любой закон, который существует. Для тех, кто исповедует вашу религию? Для любого религиозного человека закон Бога будет выше, чем закон государства. Для тех, кто с вами живет? Для любого человека христианства. Для агностиков? Кроме того, не знаю, про агностиков не берусь говорить, я говорю про религиозных людей, агностиков — это вещи для меня неизвестны. Говоря о обществе гражданском, существует некий генетический код, очень простой, который воспитан тысячелетиями, в сказках, в песнях, в культуре, где эти вещи даже не говорятся. А есть такая норма языка, что о чем мне говорят, об этом говорить не надо. Это гадость. И вот в нашем таком коде, когда вот таким насильным образом совершенно внезапно продавливается именно одна эта, великая европейская ценность, у меня серьезным образом, как для светского человека в данном случае, даже не трогаю себя пока как религиозного человека, встает серьезный вопрос. То есть кто это меньшинство, которому это надо и зачем им это надо? Хороший вопрос. Господин Фельдман, повторяю для вас, зачем это нужно иностранцам? Зачем они поддерживают эти машины? Я думаю, что вы должны... Смотрите, в любом обществе есть некие лакмусовые бумажки, которые показывают его состояние, что в нем происходит с точки зрения прав и свобод. Например, юстиция. Вы можете приводить десятки примеров хорошо прошедших гражданских процессов о разделе имущества, но если у вас будет два политических процесса, вы можете поставить крест. Потому что понятно, что это не функционирующая отрасль. Это, кстати, европейская ценность. В данном случае я не думаю, что это хорошая коннотация. Значит, если вы говорите... И в том... Такой лакмусовой бумажкой является отношение к меньшинству. Когда вы смотрите на то, как в государстве относятся... Очень правильно сказал Виталий про Кишинев, да? Как в государстве относятся к праву человека называть свой родной город на своем родном языке? Если вы смотрите на то, как в государстве относятся к праву меньшинств писать свое имя и фамилию на своем собственном языке? Это то, что я регулярно обсуждаю в парламенте и о чем говорю, да? А если вы смотрите на то, как меньшинства могут реализовывать свою автономию, да? Вы обнаруживаете... Ну понятно, сидят они в своих кабинетах и смотрят, как меньшинство свое автономии. Это не они, это вы чувствуете на себе, когда вы боитесь сказать Кишинев в прямом эфире. Я гость Кишинев, говорю вам в прямом эфире, но ответьте, пожалуйста, вы чувствуете это на себе. Так вот, эти самые... Что нужно иностранцам, да? Иностранцам хотелось бы, видимо, хотя лучше это спросить у них, конечно, я местный, чтобы в республике Молдова каждый гражданин, независимо от того, цвета глаз, волос, религии, пола, возраста, мнения, политической принадлежности и в том числе сексуальной ориентации чувствовал себя равно, свободно. То есть так переживают? Сильно переживают? Не поверите? Спасибо вам за ответ. Теперь я в цифрах, да, вот теперь я в цифрах расскажу, как они переживают и в чем это выражается. Вот смотрите как, именно как финансируется наше ЛГБТ-сообщество. Вот у них, ну, недавно они похвастались на своем сайте в феврале, что у них есть договор о сотрудничестве с посольством Королевства Швеции в республике Молдова, в рамках которого они получают финансирование в течение последующих трех лет. Это полмиллиона долларов. Далее. С ними сотрудничает Американская Ассоциация Адвокатов. У них есть долларовый проект при поддержке фонда Сороса в Молдове, который называется «Слово может привести к преступлению». Деньги эти все немалые. Представляете, вот складывают такие деньги только ради того, отец Виталий, чтобы вот переживают они, как тут вот мы без их демократического взгляда, понимаете? Вы верите в это, что иностранцы вот такие альтруисты? Верю ибо в судно. Пока вот они вот демократию несут, то бесплатно. Нет, мы, к сожалению, к сожалению, а может быть и к счастью, за последние 20 лет от самих людей, которые как бы претендовали на то, чтобы учить нас демократии, услышали все то, что навсегда ставит в сердце очень серьезный и сложный вопрос к этому слову. И оно потеряло всякий добрый, положительный контекст в большинстве случаев. Теперь за этим словом кроется воровство, безобразие, вот та жизнь, к которой мы пришли. Именно вот те демократические перемены, о которых мы говорим, создали всех наших богачей, олигархов, которые послужили в истории этой страны, в истории этой страны самые худшие, какие только были возможны, безобразие, в том числе и кражут того же миллиарда, которая произошла сведомо тех самых замечательных европейских, так сказать, коллег и партнеров, которые, конечно, не могли этого не знать. Вопрос сейчас в другом, мы не это обсуждаем. Мы говорим о поддержке гомосексуалистов в нашей стране. Причем солидной финансовой поддержке. Я думаю, что, опять-таки, возвращаясь к твоему министерству, да? Это не министерство. Бюро. Совет. Совет. Это парламентская структура, подвещайте правду. Я не хотел никого убить, я просто в этом смысле тёмно. Не-не-не, я в с вами поясню. Да, но, опять-таки, кто из любых людей, которые трудно живут, вот общество, инвалидов, слепых, глухих, кто может похвастаться такой поддержкой? Ну, во-первых, почти все. Потому что, если вы возьмёте НГО, которая неправительственная организация, которая занимается поддержкой людей с ограниченными возможностями, то, я думаю, что они получают гораздо больше денег. А вот процентное отношение, если мы посчитаем в обществе тех и других... Здесь ключевое слово «я думаю». Вот я бы хотела увидеть конкретные цифры. Но, Людмила, если бы вы хотели увидеть конкретные цифры, вы бы подготовились и дали нам их. Но вы подготовились только по одному поводу. Нет, я подготовилась по теме нашей программы. А вы, секунду. Нет, секунду. Секунду. А вы, как человек, возглавляющий Совет по недискриминации, должны были бы знать, что финансирует какие неправительственные организации. Честно признавайтесь и не ищите причины. И не должен этого знать. Конечно, да. Но это правда, я не должен это знать. Хорошо, я не спорю с вами. Вы не должны этого знать. Пусть это будет не ваша работа. Потому что это не моя работа, знать, как финансируют неправительственные организации. Но вы предполагаете. То есть вы не знаете, но вы сейчас предполагаете. Я знаю, что их десятки. В этой области у нас есть одна организация, в других областях есть десятки. И у каждой из них есть финансирование. У меня возникает другой вопрос. А где я могу с веб-сайта скачать вот такой же отчет о том, как финансируют Молдавскую православную церковь? Могу я знать, какой бюджет, сколько денег тратится, какие зарплаты? Я думаю, что вы вправе задать этот вопрос. Но вы знаете, чем вы сейчас занимаетесь? Вы хотите говорить о том, о чем хотите говорить вы. А я вас возвращаю к теме программы. И возвращаю вас к вопросу. Вопрос был в отношении финансирования. Да, я уверен. Вот мне интересно, почему эти страны тратят такие немалые деньги на поддержку? Потому что мы знаем, что политики не бывают таких бесплатных вещей. Просто так люди, просто так деньги никому не дают. Значит, они дают за что-то. Наши граждане предполагают, что они просто-напросто навязывают нам свои ценности. За эти деньги. Вы согласны? Нет, я не согласен. Потому что у каждого государства, более-менее приличного и чего-то добившегося, есть свои программы поддержки различного рода групп. Они есть у всех западных стран. Есть, кстати говоря, и в Российской Федерации. Каждый выбирает себе по ту целевую группу, которая его интересует. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот шведы, видимо, решили, что им интересно поддержать тех, кто в наибольшей степени ущемлен в своих основных базовых правах. Это их право. Я не могу вам сказать, чего, собственно, они хотят. Вы можете пригласить сюда шведского посла. Она прекрасная, интеллигентная женщина. Она вам ответит на это. Я знаю, что она ответит. Хотите, скажу. Все дело в том, что, понимаете, как... Вы знаете за нее? Я просто слушала ответы чиновников. Может быть, они за редким исключением. Но она будет говорить о правах человека, о свободах. И потом упомянет... То, во что вы не верите. Упомянет здесь не обо мне речи, не перебивайте. А мы говорим с вами, собственно говоря, о таких больших деньгах, которые вкладываются. Мы говорим о больших деньгах. Какой бюджет этой телекомпании? Кто ее финансирует? Вы знаете, когда у нас будет тема телекомпании общин, тогда вы зададите этот вопрос. А сейчас, вы знаете, вы сейчас не напоминаете маленького ребенка, который начинает говорить, а у тебя в доме что? Я рад, что я у вас вызываю такие положительные ассоциации. Давайте все-таки... Мне приятно. Хорошо. Отец Виталий, давайте вот с финансированием. Я все-таки вернулся к серьезной теме, потому что для меня тема гомосексуализма – это одна из самых серьезных лакмусовых бумажек. Да, это правда. Это самая важная лакмусовая бумажка либерального мира, от которого пока что мы видим приближающийся новый порядок и новый фашизм. Я совершенно четко и твердо вижу, что нарушение именно вот этих, как они считают, самых важных ценностей вызывает сегодня в мире нерукопожатие. Я перестаю быть уважаемым человеком, я должен быть терпим, я должен позволять массе вещей, против которых... Может быть, потому что вы ненавидите группу, про которую вы ничего не знаете, поэтому вам руки не хотят подавать. Это было бы очень просто и легко так сказать, потому что вопрос не в ненависти лежит. Ну, слушайте, вопрос лежит, если так переводить вот дискурс, кого мы ненавидим, то, знаешь, это все равно как сказать, там, почему ты ненавидишь Родину? Почему ты ненавидишь? Я ее не ненавидим. Ну, докажи мне теперь, ты не на тот вопрос отвечаешь. Я вас спрашиваю о том, почему ты ее ненавидишь. Родина — это... Я просто перевел тему сейчас, чтобы было понятно. Не человек, не группа людей. Я просто перевел тему просто. А здесь Виталий сделал так, как это вы делали вы просто. Я сейчас не об этом говорю. А я теперь вас призываю говорить по теме. Так вот по теме. Говоря о гомосексуализме, для меня это действительно латмосовая бумажка, как для человека гражданина и как для человека христианина. Потому что этой бумажкой сегодняшний мир проверяет свой или не свой. Для меня это совершенно очевидная ценность. Она пропагандируется Голливудом, она пропагандируется мировой культурой. Мы видим номинализацию разных премий. Мы видим поддержку именно этих вещей. И поддержка эта происходит не шведами, которые живут в той Швеции. Они вообще не знают, где-то Молдавия. Это мировая, серьезная и очень большая группочка людей, которые лоббируют эти интересы для очень важных и нужных для них тем. Потому что растление народов и переформатизация человека отвечает самым главным запросам либерального мира. Где сначала были уничтожены национальные государства, где впоследствии была уничтожена национальная элита. Потом появляется глобальная экономика, внутри которой мы все винтики. И впоследствии нас растворяют и нас в конце концов затаптывают в аморальном, в безморальном облике, в бесчеловечье. Получается, что мы все дворняжки, Ян. Получается, что тысячелетиями люди не знают, что такое человек, что такое его правда, что такое его любовь. И от того, что появляется какой-то закон, который в эту секунду так говорит, это не означает, что такая норма жизни приходит в действие. Мы можем с тобой объявить Германию фашистской, и она и станет, как это сегодня мы видим на Украине. Вот тот же режим, который случился в Германии, мы не понимали, как это такие немцы такими стали. Вот сегодня в наших глазах это происходит рядом с нами. Та же самая история здесь. Ты можешь ввести нужные тебе вещи для того, чтобы переформатировать в конечном итоге человека. А драка за человека, это уж драка религиозная. Здесь вопрос не в ненависти к человеку, подчеркиваю. Здесь спор идей. То, что мы сейчас говорим, вот что надо делать. Надо идейно спорить. Это действительно спор идей. И идея основная состоит в том, что именно является для тебя ценностью. Не для меня. Если ты не для тебя. Не для меня, не для тебя. Это хорошо прикрываться Библией, православной церквью, христианством. А чем прикрываться? Правами человек? Мы говорим, ну, неплохой вариант. Это будет большой фиговый листик. Мы говорим, может быть. Что ты не спрячешь? Может быть. Может быть. Но мы говорим, глядя на, например, примеры, которые ты привел. И про Германию 30-х годов. И про многие проявления, которые мы видим на Украине. Как вот эта ненависть, которую ты сейчас пытаешься пропагандировать против одной маленькой группы, проникает в общество. И делает это общество обществом ненависти. Начинается всегда с кого-то маленького. Начинается с человека, который думает не так, как ты. С которым что-то происходит. Легко говорить про либеральный заговор, который там чего-то. Есть реальные люди с их реальными потребностями, реальными правами, реальными жизнями, реальными судьбами. Которые должны непременно об этих потребностях говорить, одеваясь в нижнее белье и проходя марш. Но вы же говорите о своих потребностях, Людмила. Да, у меня нет таких потребностей, к счастью. У вас какие-то другие, которые, может быть, люди не одобряют. Я хотела бы, возможно, да. Но я готова дискутировать тоже на эту тему. Давайте так. А может быть дело все просто-напросто. Вот, господин Фельдман, давайте, вы не будете свой телефон. Потерпите немножечко. Я, 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 я. Давайте мы сейчас скажем то, что говорят очень многие. Что все дело в курсе на евроинтеграцию. Никакого отношения к евроинтеграции не было. Вот когда у нас власть приняла, да, это как главную свою идею, вот тогда, скрипя сердцем, депутаты проголосовали. Даже не все, кстати, представители. И это было доза условий. Да. Это было доза условий. Это было, на котором наставили очень долго, не хотели, на самом деле, наш этот закон проталкивать. Но не все проголосовали справящие коалиции. Есть все-таки люди, которые не голосовали, несмотря ни на что. Но, тем не менее, имеет право на существование вот эта идея? Имеет право вот в таком маленьком мирке, где борются либералы и нелибералы. Вот в эти вот, если погрузиться в эти параноидальные идеи, то да, имеет. На самом деле, никакого отношения к евроинтеграции не имеет. Речь идет о правах, записанных в Конституции. Речь идет о правах, записанных во всеобщей декларации прав человека. Речь идет о правах, записанных в Пакте о гражданских политических правах. Речь идет о правах, записанных в Пакте о социальных, экономических и культурных правах. Речь идет в базе нашего общества. В том, что ты должен относиться к другому человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Да, не грех не любви, а не грешника. То есть, я поняла, господин Петрович, то совершенно случайно то, о чем вы говорите, говорят все представители европейских структур, да, вот мы знаем Совет Европы, очень часто, да, вот высказывают, то есть, это случайно. Вы знаете, кого в Совете Европы кто высказывает? Это случайно, вот, в Совете Европы, в Еврокомиссии, вот, значит, в европейских странах. Это разные организации, вы знаете? Да, я, конечно, я знала. Что Европейская комиссия? Вы решили мне сейчас рассказать? Нет, 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 я хочу вам про Совет Европы. Вы скажите мне, пожалуйста, то есть, ответьте сейчас на мой вопрос. Я хочу вам сказать. Это случайно? Это, безусловно, не случайно. Это не случайно, спасибо. Отец Виталий, вам слово, скажите, пожалуйста, вот все дело в евроинтеграции? Я думаю, что даже сама евроинтеграция, это всего лишь маленький такой листик, которым прикрывают гораздо более серьезное явление. Когда действительно, вот это очень такая красивая либеральная подмена, все объявить в ненависти к какой-то маленькой группе. На самом деле нет ненависти к человеку, потому что у меня нет ненависти ни к одному гомосексуалисту. У меня есть друзья-гомосексуалисты, с которыми я дружу старыми разными связями. И как вот они относятся к тому, что вы их ненавидите? Мы с ними открыто говорим об этих вещах, я потому что говорю об идее, я продолжаю и твердо говорю своим друзьям, что это грех, это ненормально, что это не является ни в коем случае, не то что там психической нормой, религиозной, это не является вообще никакой нормой. А раз это не норма, это требует исправления, это требует лечения, это требует вмешательства и так далее. И сколько бы ни вводилось законов, норм и правд, они не пересилят той правды, которая живет в твоем сердце. И вот правда, которую мы... Даже если это человеконенавистническая правда? Нет. Даже если эта правда распространяет ненависть? Вот всякая либеральная мысль подтверждает себя всегда любовью к человечеству. А мы говорим о любви к человеку. Нет, я говорю только о любви к человеку, никакого человечества. Тогда в этом данном конкретном случае... Вот к этому конкретному другу, Виталий. К этому конкретному другу, которому ты отказываешь в праве выйти на улицу. Я ему не отказываю в праве выйти на улицу. Ты отказываешь ему в этом праве. Ты только что сказал, что можешь встать и закрыть его проход. Я ему не отказываю в этом праве, но я призываю его увидеть право нас большинства. И это самое важное. К этому и призываю. Право нас большинства решать, как нам здесь жить. Ты призываешь противиться насилием. Неправда. В данном случае это подмена. Это не подмена, это цитата. Когда ты ребенку запрещаешь есть шоколад, чтобы он не умер, ты в его глазах, конечно же, садист. Потому что он хочет шоколад, а ты хочешь кашу. Это хорошая позиция, что ты думаешь, что ты по отношению к нему родитель. Но это неправда. Я никому не родитель. Возможно, он по отношению к тебе. Вот когда они будут большинством, вот этот кошмарный мир, в котором мы с тобой сегодня присутствуем, перестанет быть таковым. Мы не сможем об этом спорить. Пока мы об этом спорим. Об этом можно и нужно спорить. Я, ну согласись, что в Европе мы с тобой так говорить об этом понеслили уже. Вот чем это заканчивается. Я не думаю, что везде, а там, где мы не сможем об этом говорить, мне их жаль. Я считаю, что об этом можно и нужно говорить. Так вот я и говорю о том, что либеральная идеология в конечном итоге приводит нас к фашистскому пониманию жизни. Потому что она оставляет за собой право быть единственной, верной идеологией. Но мы же от чего отталкиваемся? От фашистского отношения к меньшинству. И приходим к фашистскому пониманию. Я не знаю, чего ты отталкиваешься. Но это то, о чем ты говоришь. Я отталкиваюсь от того, что наше время... Это то, о чем ты говоришь. Это фашизм. Может быть, звезды предложим на себя нацепить, треугольники розовые, чтобы ты издалека видела. Не надо таких громких ярлыков и сравнений. Я отталкиваюсь от того, что наше время уже вышло. Я, как и рассчитывала, дискуссия очень жаркая. Но нас рассудит, как всегда, телезритель. За отца Виталия проголосовало 528 человек. Ян Фельдман, 54 голоса. Благодарю вас за то, что вы пришли. Рада, что мы можем поднимать такие темы на самом деле. И, конечно, давайте дождемся того, что будет у нас 19 мая. Потом сделаем свои выводы. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Это была программа «Дело принципа». И желаю вам всего самого доброго. И доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова